Цели и задачи глобальной волны. Обеспечение оптимально мягкого перехода цивилизации на новый виток развития, оставляя позади капитализм, расставщичество и переходя на новый виток развития. Анна Васильевна, Вы задали вопрос, какой результат глобальной волны за 15 лет? Да, я отвечаю по пунктам. Смотрите, на канале глобальная волна архив из 15 тысяч видеосюжетов. Для того, чтобы перечислить, чтобы выполнить ровно с буквы до буквы то, что вы произносите, мне, либо кому-то из активистов, нужно пересмотреть все 15 тысяч сюжетов, чтобы с вероятностью 95% переписать тех ученых, о ком мы говорим. Раз. Технологически это уже было реализовано на платформе Андрея Евгеньевича Кузнецова, когда создавалась библиография ученых, исследователей, изобретателей, докладчиков, которые выступали в тот или иной период времени на глобальной волне. Я подтверждаю, что существует политическая воля командного состава глобальной волны на реализацию поставленной вашей задачи. Но в данном письме и в данном тексте перечислять множество не нужно, потому что у нас там будет гиперссылка на страницу Андрея Кузнецова, где эти ученые как раз будут представлены, тот список, о котором вы говорите, он будет визуализирован. Это будут фотографии, списки на работы, списки на ролики, снятые на волне и так далее. Эта работа требует труда часов, человека часов. Существуют ключевые некоторые моменты, которые очень знаковы для, не побоюсь этого слова, миллионов зрителей. Рыбникова Юрия Степановича просмотрела миллион человек. Повлияло на судьбы множество людей. Другое очень важное дело было сделано. На сотни миллионов рублей запущен проект СовЭлмаш, совмещенные электрические машины. Дмитрий Александрович Дуйнов по множеству кабинетов ходил и говорил о том, что мы неэффективно используем существующие электрические сети, что мы теряем 95 процентов, 95 процентов. И никто его не слышал и не видел, потому что государственные задачи мало кого волнуют. Почему я стал снимать Дмитрия Александровича Дуйнова? Потому что в 2007 году, когда я начал движение, я понимал, что мало предоставить работающие изделия по генерации энергии. Необходима теория, именно теория. Без теории нам смерть, сказал Иосиф Васильевнович Сталин. И в области электромагнетизма не существует на сегодняшний день теории единого поля, описывающие магнетизм, гравитацию, сильные и слабые ядерные взаимодействия. И вот этот мой научный интерес и понимание, что является ключевым вообще в мегабизнесе, в планетарном, то есть с чего начинаются миллиарды, это фундаментальная наука, это теория. И Дмитрий Александрович является уникальным носителем знаний, как конструировать электрические машины. И он практикующий инженер, в момент съемки на камеру он рассказал, как, используя его знания, можно начать выпускать двигатели, имеющие большую КПД, ниже себе стоимость. И нашлись люди, которые вложили деньги в рекламную кампанию и произвели краудфандинг. В итоге за пять лет получена земля в свободной экономической зоне в Зеленограде, построен завод. Вот, а все начиналось вот с любительского фрагмента и выкладки, это все. Анна Васильевна, в вашем лице саккумулирован интерес десятков, сотен и миллионов людей. Сюжетов у меня 15 тысяч, а вы новая медийная фигура. Вы заявились на кандидата в кандидаты в президенты. Сейчас тот, кто слушает этот сюжет, не до конца допонимает серьезность ситуации. Но я понимаю о том, что у вас, вступив в новые отношения с обществом и с глобальной волной, может существовать множество вопросов. И я с удовольствием с вами в видео встречах встречаюсь и от сердца к сердцу, телепатически и вербально рассказываю. Я являюсь свидетелем того, что в 2007 году я видел установки по опреснению морской воды, утилизации жидких радиоактивных отходов, измельчение материи до состояния одного нанометра. Это способность создавать новые микрочипы, которые генерируют энергию. То есть это прорыв абсолютно во всех областях. То есть вот готовое в виде действующего прототипа, я это видел. Я вам как кандидату в кандидаты ответственно заявляю. Мы в течение нескольких лет можем оснастить всех жителей страны автономными генерирующими устройствами. Пробожна политическая воля. А политическая воля может быть царем-батюшкой проявлена только в одном единственном случае. Если интернет загудит. Загудит, как трансформатор. Есть такой анекдот. Студенты спрашивают, как работает трансформатор. А он такой... Значит, цели и задачи глобальной волны. Обеспечение оптимально мягкого перехода цивилизации на новый виток развития. Оставляя позади капитализм, ростовщичество. Какой этот новый виток? Созданный коллективный разум на канале и в чатах позволяет это дело нам формулировать. Значит, для перехода на новый технологический этап нам нужны ключевые вещи. Это энергетика, материаловедение и отвечающие за экологию. Переработка, утилизация, нейтрализация и так далее. И, конечно же, это ухаживание за нашими скафандрами, здоровье. Соответственно, это не психореабилитация, но духовная реабилитация, позволяющая людям осознать, что они души, воплощенные на определенный период времени в то или иное существо, мужское или женское. Ну, главное, ученые дают объяснение, что с переходом человечества на новый технологический этап происходит смена экономической формации. Анна Васильевна, благодарю вас за связь. Я ответил на один вопрос. При следующем нашем соединении я отвечу на следующий ваш вопрос. Благодарю за вашу любовь. Мы швем вам любовь. Вводится новый регламент, модераторы раздадут права писать экспертам, проверенным уже модераторам других чатов, и генеральный чат будет наполняться новостями из других чатов, которые аккумулируют модераторы. То есть новостной портал имеет группу редакторов, экспертов и подтвержденных писателей. Хорошо, благодарю, Анна Васильевна.